Заседание Киевского райсуда, на котором прокуратура готова огласить обвинение Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, начинается с рассмотрения ходатайства адвоката-водителя Таурега. Сергей Перепелица просит судью Виктора Попроса разрешить его подзащитному находиться не на скамье подсудимых, а рядом с ним. Требление его в скамье критинцы приниживает участие и не даёт адвокату нормально спілкуватися. Я не хочу сидеть, извините, за столом с подозреваемым, вернее, уже обвиняемым, и я потерпевший. Ну почему ему там? Ему там что, плохо? А мне как? Я гипертоник. Судья в удовлетворении прошения защитника Дронова отказывает. После этого Перепелица заявляет об отводе служителя Фемиды. В заседании объявляется перерыв. Прошение адвоката приходит рассматривать судья Геннадий Зуб. Нарушения в решении своего коллеги он не видит. Таким образом, прокуратура получает возможность озвучить обвинения водителям лишь спустя 4 часа. Водейка Лексусу обвинувачується в том, що вона почала рух на заборонюваний сигнал світлофора і перевищила швидкість. Водій Фольксвагену також обвинувачується в том, що почав рух на заборонене світлофора і порушив так звану стоп-лінію на перехресті. Крім того, за даними експертиз, він бачив Лексус і він мав пересвічитися в безпеці руху. Свою вину Зайцева признает полностью. Дронов же заявляет. С доводами гособвинення не согласен. С требованием возместить моральний материальний ущерб к суду обращаются пострадавшие, а також їх представители. Суммы гражданских исков составляют от 200 тисяч до 1 млн грн. Они адресованы обоим водителям в равной степени. Врачи говорят, что есть большая вероятность того, что ходить полноценно вообще больше не смогу. Поэтому я сильно переживаю насчет этого, что я останусь інвалидом. Были раньше какие-то у меня цели на жизнь, планы, сейчас я вообще не знаю, что мне делать. И помимо этого я испытываю большие проблемы в поту и в лишней жизни. Поэтому прошу возместить ущерб моральный на 500 тисяч гривен. Адвокат Лариса Матвеева, которая в суде представляет интересы Оксаны Евтеевой, а также её отца и свекрови, настаивает на пожизненном содержании пострадавшей. Это треба была для Оксаны, которая зазнала тяжких телесных ушкоджений, находится на ликувании и получила друг другу инвалидность. Согласно определённому судом порядку, рассмотрение дела вначале будут допрашивать пострадавших. Затем выступят обвиняемые свидетели. После этого запланировано изучение материалов производства. Перерыв слушаний объявлен до 1 марта.